всем привет как всегда благодарю вас за то что вы здесь за то что вы материально поддерживаете канал это очень здорово ну и за то что пишите комментарии я считаю с большим удовольствием особенно радуют комментарии посвященные так называемому классическому року то есть но в понимании отечественных меломанов классический рок это обязательно рифовый гитарный перегруз перегрузными гитарами рокешник с хриплым вокалом и такой прямолинейный достаточно ну да это очень интересно я тоже люблю вот этот самый тоже называется тяжелый рок потому что то что я был советским школьником то что я вырос советском союзе и для нас тогда тяжелый рок был единственной рок-музыкой настоящей то есть настоящий рок музыка когда мне было там я не знаю 12 лет 13 настоящий рок музыка это вот это вот ну а потом уже двери открылись сознание и я понял что настоящая музыка это далеко не дни а не только а ну про ау еще будут ролики потому что потому что куда деваться это часть нашей жизни ну а другая часть нашей жизни например музыка какие-то джарета трейлер айленд называется пластинка 74 год записан альбом за два дня всего что не умаляет его величие так бы я сказал как и практически любая запись какие-то джарета это великолепная музыка ибо музыкант сам по себе ну все наверное знают кто такой кит жары да я не сомневаюсь в этом абсолютно один из величайших джазовых пианистов и не только пианистов а вообще музыкантов на что он играет играл на множестве инструментов музыкой он начал заниматься в три года в шесть лет он уже давал концерты с пьесами собственного сочинения в 15 лет поступил в беркли и поучившись там отправился в путешествие по океану как джаза так и академической музыки классической и любой другой музыки потому что джаред владел композиторским исполнительским даром настолько мощно что мог играть абсолютно любую музыку но тем не менее он примкнул к ансамблю арта блэйки джаз мессенджер с некоторыми там поработал потом играл он с майлзом дэвисом два альбома есть с его участием а потом создавал свои собственные проекты выступал один с потрясающими концертами фортепианными например самый известный это концерт в кельне двойной альбом большой больше часа идет концерт где он играет один я не расскажу обязательно но разностилевой музыкант с очень интересным характером я не сказал что сложным потому что ну во-первых я его лично не знал поэтому не могу судить сложный у него характер или несложные но достаточно интересные он очень трепетно относился к своим выступлениям мог остановить концерт если кто-то кашлял в зале если кто-то щелкал затором фотоаппарата иногда просил выключить в зале свет на сцене тоже чтобы никто не мог фотографировать и отвлекать его от игры при этом сам он во время исполнения своих произведений иногда начинал петь стонать похрипывать и издавать разные звуки и не мешало ему совершенно управляться с инструментом что у него получалось ну я не знаю сказать лучше всех я не могу потому что в мире огромное количество виртуозных музыкантов это касается и гитаристов и барабанщиков и кого угодно но когда все вместе сходится и композитор и исполнитель и самое главное мысль а у джарета было столько мыслей что он иногда выходил на сцену садился перед роялем и довольно долго сидел и не знал с чего начать потому что его обревал такое количество музыкальных идей что он не мог выбрать решиться какую же выбрать с чего начать импровизацию и однажды кто-то в зале крикнул ну что сидишь до мажор давай и джарка о точно и понеслось но на речь не об этом речь о трэш айланд замечательная пластинка 74 год здесь в одной в одной пьесе джаред играет не только на фортепиано и на саксофоне это кстати моя любимая здесь вещь под названием angels without edges на второй стороне третья кстати эта пластинка она очень странная здесь последняя вещь под названием свиста форчин она звучит 4 то есть она расположена 4 на первой стороне но на самом деле 5 потому что без всякого обозначения вторая сторона начинается тоже свиста форчин немножко в другой версии чуть-чуть другой почему-то ничего про это не написано но это бог с ним будем считать что рассказывать так как написано я с большим удивлением тоже поставил вторую сторону слушаю свиста форчина она должна быть последней а последняя она тоже здесь есть в общем вот киджаред фортепиано сопрано-саксофон вот пьесе angels и ударные немножко дилы редмак редман тенор саксофон и тамбурин сэм браун гитара в двух вещах я расскажу никаких чарли хайбин бас замечать изумительный изумительный басист контрабасист композитор исполнитель потрясающий человек палматян ударная перкуссия дэнни джонсон перкуссия и собственно все записано 27 28 февраля 74 года в нью-йорке как и все что играл киджаред музыка очень светлая яркая блестящая и совершенно непредсказуемая но насколько хорошая что если если кто-то не любит джаз и говоришь я не люблю джаз не понимают джаз но это одна из тех одна из сотни наверно пластинок которые я могу порекомендовать для начала знакомства с джазовой музыкой потому что она настолько открытая для слушателя она не погружается в сама какие-то исследования какие-то сложнейшие эксперименты хотя здесь будь здоров сколько сколько всего но она открытая музыка открытая очень очень как это говорят по-английски friendly доброжелательная располагающая к общению к пониманию и я конечно очень советую за пластинку мы практически всем всем тем кто я никогда не слышал а тем кто слышал советую переслушать и вспомните да ричард ндп первое произведение девять с половиной минут оговорюсь сразу что когда я буду говорить что это простая вещь ничего простого нет здесь вообще нет все все сыграно сложно академично с большим багажом с хорошим образованием с потрясающей техникой но просто это просто для восприятия да наверно как я уже сказал выше что очень открытая музыка так вот это да лично депор я не понимаю что двигало джаретом когда он придумал название для этой композиции а это говорит о том что нельзя понимать буквально название и то что под этим названием впрямую должно соответствовать рассказывать про объяснять это название это ассоциативные штуки да лично депор соответственно богатые и бедные когда я слушаю эту композицию я не не вижу там ни богатых ни бедных я вижу большой открытый мир сияющий где все живут вместе вот видимо какие-то ассоциации были в голове у джарета когда он назвал эту вещь богатые и бедные о чем он думал что у него было не не совершенно непонятно но это то что это не буквально по про богатых и бедных это абсолютно точно потому что достаточно внятная такая фортепианная фраза басовый риф и ударные с железом железо здесь работает на всем альбоме просто в нем купаешься и плаваешь в звуки тарелок которые заполняют все пространство очень-очень красиво здесь джазовый музыкант высочайшего конечно уровня просто запредельного и вот это вот the rich in the poor она из простого кажется такого даже поп начала вырастает в импровизационные и очень внятные вещи с бешеной скоростью такие сверкающие пассажи джарета как у него всегда это бывает спокойно и спокойно и задавание мелодической фразы какой-то потом взрывные какие-то всплески брызги вот этих вот его пассажей саксофон включается не безо всякого авангардизма очень классическая такая джазовая игра очень хорошая но иногда заходы конечно в свободное плавание очень интересно blue stick blue streak коротенькая пьеса фортепиано фортепиано с ансамблем но в основном фортепиано тоже очень такая в сторону поп джаза немножко ну да простят меня любители из на таки джаза я это называю так поп джаз это музыка понятная доступна любому абсолютно человеку не погруженному в джаз не изучающему его и она как для всех очень хороший а вот следующая вещь в full soft of as тут уже полный вперед тут опять таки задаются грув сначала басовый барабан на клавишные да и пошла история и полеты по клавиатуре какие-то джарета и саксофон который уносится в космические какие-то далее уже привет маялсу дэвису большой в хорошем смысле потому что знаете вот все что все что достаточно нетрадиционно в джазе играется все горишь ну это типа колтрейна что-то но я бы не сказал что это типа колтрейна это просто свободная такая с вас свободный импровизационный полет ну не знаю я есть есть же музыка орнета колмана есть музыка колтрейна есть музыка какие-то джарета и все эти музыки разные и все они свободно свободной импровизации существуют так что послушайте если вы не слушали никогда колтрейна вам будет очень хорошо если слышали тоже будет хорошо потому что это это не похоже но это в том же в том же духе очень интересно ну и финальное на первой стороне трэжа айленд ну вот не могу себе не могу смириться с тем что я сам сказал про поп-джаз потому что это никакой не поп конечно это безумно красивая понятная внятная мелодичная не длинная пьеса с гитарой который задает главный мелодический ход и фортепиано джаретов внизу внизу всплывая наверх опускаясь снова вниз прозрачная сбонкая тонкая вещь трэжа айленд с отличной солирующей гитарой очень красиво ну на второй стороне неожиданно включается сыртов и сырта форчем мы опустим их как будто ее нет здесь интродакшн короткая фортепианная пьеса очень красивая а вот для мистрал следующий номер расширенная мощная пульсирующая в ба в басе в барабанке или в басу я предпочитаю в басе почему-то мне кажется кажется по-русски правильнее будет басовая линия чарли хайдена замечательно она он задает вот этот групп с барабанами общую пульсацию риф на котором лежит вся эта пьеса и в конце когда немножко выходит на первый план немножко такое ощущение что такое при притормаживает такое торможение но очень очень правильное торможение вот как бы я сказал немножко раскачивающаяся плавно очень интересно ну и конечно angels without the edges это уже это уже совсем полет сознание сверкающая техника полная свобода дикая скорость фортепианная скорость которой мы летим по жизни скорость которой наша планета летит в пространстве то есть все это здесь есть в этой пьесе angels without the edges так что треза айленд киджард прекрасный прекрасно пошел пить пока